Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель Феокол Толстая». Сегодня мы будем говорить о природе и об искусстве. С одной стороны, современные художники редко живописуют природу, как это делали в 18-19 веке. Все эти красивые пейзажи и прочее. И мы все больше живем в ситуации мира техногенного, современного, диджитал мира. Но, может быть, и как бы удаляемся от природы все дальше и дальше. С другой стороны, все наши экологические тенденции, экология как новая политика, мы все больше и больше хотим вернуться к природе. Так вот, где же в нынешнем мире находит точку соприкосновения с природой современный художник. Вот об этом мы сегодня будем говорить. С удовольствием представляю вам наших гостей. Ксения Голубович. Здравствуй, дорогая Ксения. Здравствуйте. Я не буду скрывать, что мы на «ты», потому что знакомы с студенческих времен. Писатель, переводчик, критик, филолог, философ. И сегодня будем говорить о современном искусстве. Добро пожаловать. Спасибо. Рядом с Ксенией Ивановиков. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Художник. Я знаю, что вы занимаетесь и в своих работах, и я читала какие-то ваши прекрасные тексты про осмысление природы современным художником. Так что мы рассчитываем и на примеры из вашего творчества, и на ваше рассуждение на эту тему. Это правильно. Прекрасно. Снежана Кырстова. Правильно я произношу вашу прекрасную болгарскую фамилию? Добро пожаловать. Снежана Куратор, писатель, борец за права современного искусства, Куратор Музея современного искусства «Гараж». И в прошлом году была выставка, которую вы делали, тоже про связь современного искусства и природу, которая называлась... «Градущий мир. Экология как новая политика». «Экология как новая политика». И Арсений Штейнер. Здравствуйте, Арсений. Искусствовед, арт-критик и тоже Куратор, вот сейчас идущая в Москве в заряде выставка, которая называется «Актуальная Россия». Так точно. Да, это ваших рук тоже дело. Я хотела попросить вас начать с примеров. Вот раз мы говорим про эту точку взаимодействия природы и современного искусства, может ли каждый из вас назвать какого-то художника, какое-то произведение, какое-то, я не знаю что, или просто про современное искусство трудно говорить прямо произведение, может быть, это тренд или еще что-то такое, который бы для вас проявлял эту связь. Может быть, вы начнете, если идет ваша выставка, я знаю, что там есть, например, такие, то, на что я обратила внимание, такой объект, когда художница фотобумагу в воду Москва-реки опускала, и лунный свет засвечивал что-то на этой фотобумаге, и в зависимости от того, было это полнолуние или новая луна и так далее, получился какой-то такой календарь лунной воды Москва-реки, не знаю, как сказать. Это замечательный проект художницы Ларисы Федотовой. Да. Она действительно редкий на сегодняшний день, полностью ручная работа. Она проявляла громадные ленты фотобумаги ночью в воде Москвы-реки, и этот ручной процесс, как бы полное взаимодействие художника с окружающей средой, с природой, впрочем, здесь скорее стоит говорить о техногенной природе. Когда я 35 лет назад учился плавать, меня учили на Ленинских горах. Сейчас это уже, к сожалению, нереально. В смысле, что нельзя плавать в Москве-реки больше? Вот. Ну, а как это проявляется в этих фотографиях? К сожалению, никак. Лариса имела в виду предъявить живое взаимодействие природных процессов, как бы естественных, которые нас окружают, с таким же естественным материалом фотобумага. Это процесс совершенно неконтролируемый. Но в этом отношении, мне кажется, что нет большой разницы между природой как биологическим объектом, вода, и природой техногенной. Потому что и техногенная природа могла точно так же воздействовать на носитель. У нас на актуальной России есть и другие примеры искусства про природу, про зверьков и про животных. Например, чудесные миниатюры Александра Захарова, маленькие дощечки, миниатюры, где художник через лупу выписывает портреты вирусов. Ой, это очень актуально. Это действительно очень актуально. Я надеюсь, что мы к этой теме вернемся за тот краткий час, что нам отпущен. Причем, это портреты абсолютно реалистичные. Они не фантазийны. Художник изучал энциклопедии, фотографии с электронных микроскопов. И все, что он добавил, это только цвет. Нет, цвет и положение, в которое он поставил этих неизвестных нам и невидимых, невооруженных глазом существ. На его миниатюрах вирусы убивают. Убивают? Птичек. Птичку. Ага. Лисичку. И неведомое существо. Я пытаюсь понять, что если сейчас в эпоху коронавируса это прямо вот такое, это в газете можно публиковать вот такие вещи, то то ли художник выступает провидцем, то ли он что-то имел в виду другое. Не надо думать, что художник имеет в виду что-нибудь другое. Художник, если он действительно художник, это вообще-то существо искреннее и немножечко наивное. Служить новостной повестке или идеологии принуждают его люди другой профессии. Захаров сделал эти вещи в 2020 году. В общем, это самые свежие работы, сделанные практически специально для Актуальной России, на острую тему. Прекрасно. Давайте еще примеры, пожалуйста. Я думаю, что я возьму примеры из выставки, которые я организовала в музее «Гараж». У меня приходят два примера. Я не знаю, какой из них. Наверное, выбор тот, который мне был более так, к сердцу, потому что он вызвал у меня довольно сильные мысли, эмоции. Это проект Хейдена Фаулера, австралийский художник, который в начале и в конце выставки, она длилась шесть месяцев, то есть довольно такой большой промежуток между двумя перформансами. По пять дней, по четыре часа в день сидел с живым волком в одной клетке. Ну, это такой довольно провокационный перформанс, я бы сказала. Он вызвал много откликов, конечно, от посетителей. Нужно сказать, что это какой-то своеобразный омашка к работе из «Бойс», который три дня сидел в одной комнате с койотой. Койот, да, на русском. Но тут художник сидел в клетке еще постоянно с VR-очками. То есть он видел волка только через анимированный образ этого волка. У волка было на ошейнике, были сенсоры. И переводили его образ в VR-пространство. И художник говорил, что у него было такое ощущение, когда он делал еще первый раз с динго, с австралийским динго. Такая вид, как собака. У него появилось сообщение, что в будущее, наверное, мы только в виртуальном мире уже можем быть вместе. Дикой природой, как бы, и человек. А вот почему VR-очки. Снежанна, вы позволите вопрос? А как художника видел волк? Без очков, конечно. Нет, так его терроризировать не будем, конечно. То есть со стороны волка было практически полное визуальное взаимодействие с художником. Только человек. Он не видел его пол-лица, видимо, из-за того, что VR-очки огромные. Да, единственное, что у него не было доступа к глазами. Что, конечно, важная часть общения с животными. Но волки, как мы поняли, не особо любят смотреть в глаза людей. Особенно мужчин, потому что это все-таки как бы альфа. Альфа. И у них было особенно, как бы, если бы я была в этой клетке, он бы немножко по-другому себя вел. Ну, волки, я имею в виду, юки. Вот, да. Ну, короче, и по итогам этого перформанса мы еще сделали дискуссию. Мы обсуждали, как используются животные в искусство. Как бы исторические, и вообще, что значил этот перформанс, конечно, были очень много недовольные люди в плане, обвиняли нас, что мы как-то жестоко обращаемся с животными. Что животные не должны вообще использоваться с целью художественного проекта. Но это было довольно интересное. Ну, и при этом вопрос безопасности художника тоже все-таки стоял. Абсолютно верно. Но при этом не было провокация. Прекрасный пример. Хочется к нему возвращаться еще. Иван. Я, как часть российского какого-то художественного сообщества, вполне вижу некоторую, ну, не то чтобы группу, но какое-то количество авторов, художников, художниц, которые работают с темой природы в России, ну, по крайней мере, вот, уже лет 10. И, то есть, это действительно большая такая интересная тема, которая занимает не только меня, да, то есть, там, я не знаю, могу назвать только художников, с которыми я вот лично более-менее общаюсь, да, там, Илья Долгов, Анастасия Потемкина, Алекс Булдаков, Сергей Ряполов. И их, как бы, в принципе, ну, наверное, не сотни, конечно же, да, но в России эта тема достаточно важна и популярна среди художников. Я пытаюсь понять, как вы эту тему ограничиваете, потому что всякая художественная войска, но как-то, как-то с природой, все, что вокруг нас есть творение природы, да, когда мы говорим, что вот эта тема, то что не попадает в эту тему? Ну, смотрите, вы предполагаете, что у вас есть какое-то более-менее четкое понимание того, что такое природа. У меня нет, я вас как раз хочу спросить. Вы говорите, что есть какая-то тема, а художники, которые мы, не знаю, можем определить как работающими с природой, на самом деле просто задают себе вопрос, что такое природа, который не знает, что это. Отличный вопрос. И вот, собственно, это задавание, оно как бы определяет этих художников как некоторую специальную группу. Ага, понятно. То есть они просто сами интересуются. И тогда что получается? Какие-то примеры работ? Ну, тут, на самом деле, уже гораздо сложнее, то есть это совершенно разные спектры от перформансов, инсталляций, я не знаю, с, как в моем случае, с тропическими растениями, да, или там с борщевиком. А что вы делаете с борщевиком или тропическими растениями? С борщевиком работает Алексей Балдаков. Да, поэтому я, наверное, в меньшей степени могу за него ответственно сказать. Но, тем не менее, на самом деле это каждый раз в конкретной работе совершенно разный подход, потому что, например, тропические растения, которые стоят у нас дома, типа фикусы, я не знаю, зимиокулькусы и так далее, насколько они вообще природы? Или это уже выращено человеческими селекторами, ну, то есть нами, там, не знаю, выведено каким-то специальным образом, чтобы это жило именно не в дикой природе, а внутри какого-то замкнутого пространства, квартиры? Это природа или это уже культура? Натура это или культура? И это как бы... А там всё, что у тебя в горшках, там оно прекрасно растёт в земле. И вот там она тут же природа. А вопрос, какой земле? Потому что эта земля возделанная, это значит уже не природа, это культура. Собственно, со времён Древнего Рима есть разделение природы, ну, натура и культура. То, что земля, которая возделана. Если мы видим землю, которая, не знаю, в центре Рима или там даже на окраине Рима, и это, скорее всего, какая-то клумба или там, не знаю, даже горшочек, это не совсем природа. Ведь это же возделанный некоторый кусок земли, который человек возделывает, удобряет, поливает. Но он же не годится нам как природный объект? А вот как мы можем определить, что такое природный объект? И с моей точки зрения, определение природы – это как раз то, что не возделано. То, что не возделывалось человеком. Вопрос, сколько этого осталось? Это да, это ключевой вопрос. Ксения, может быть, твой какой-нибудь пример? Можно из совсем другой сферы, можно из... Я хочу как раз отреагировать, потому что у нас действительно всё время сводится и с волком, и с тем, о чём говорил Арсений, и с тем, о чём говорил Иван. Действительно, вот эта смесь природы и культуры, натура и культуры – это довольно сложная проблема, потому что, на самом деле, мы сейчас скорее мыслим не этим разделением, а, допустим, таким понятием, как код, которое связано и с компьютером, и генетический код, и то, что вообще пишет себя везде, вот как даже эти вирусы и так далее. Мы уже на уровне вирусов, мы понимаем, что это не то, чтобы вот какие-то там природные существа, как мы себе их представляем, они существуют неким иным образом, и когда мы говорим о компьютерах, мы тоже говорим вирус, например, написать вирус. То есть у нас уже очень много такого, что как раз вот то, что кажется невозделанным, то есть неуправляемым, оно как раз начинает очень походить на техногенное. А вот то как раз, что, грубо говоря, возделано, ну, например, приведу пример, какой-нибудь лев, он в какой степени часть природы, даже если он живёт в саванне, даже если мы его увидим, проезжая, там, охотясь на сафари или просто снимем, вот всё, что можно снять на кинокамеру, это природа или это уже культура? Потому что возделанность, вот всё, что подчиняется нашей кинокамере. И он живёт в национальном парке, и там есть специальные дорожки. Я просто хотела привести примеры вот того, что меня просто впечатлило в плане работы. Я не специалист в этом направлении, поэтому я не знаю очень много современных имён, я назову некую классику, но просто покажу два полюса. То есть как раз из того, что мы сейчас говорили. Один полюс, как мне кажется, работы именно с природой как некой с целокупностью. Это проект Эндрю Роджерса, который называется «Ритмы жизни». Сам художник одно время был финансистом, и это интересно. То есть он сначала отслеживал вот эти финансовые потоки, как работают деньги, как работают банки. Это очень абстрактные такие вещи, в которых очень хорошо сказывается именно математичность мышления. А дальше он идёт по всему миру, и на склонах разных гор, в разных удалённых местах, там Перу, или в Израиле где-то в пустыне, или в пустыне Гоби. Он делает огромные арт-объекты, которые связаны, с одной стороны, с культурой местного населения. Поэтому там очень часто всякие, то, что по-английски называется хорошим словом «communities», это не совсем община, то есть в его строении этого объекта местный житель. Это такой практически производственный цикл. Произведение, например, то, что он делал в Латинской Америке, он обнаружил какой-то один, как бы сказать, практически орнаментальный объект, маленький, в храме. И дальше он это выводит, как бы масштабирует в огромный масштаб, и это делает всё местное население, в Шри-Ланке, простите, в Шри-Ланке. То есть что он это делает? На земле, на склоне горы. И это огромный объект, который виден из космоса. Прошибание той природы, которая создавалась с времён Ренессанса, как объект, который связан одновременно с нашим понятием классической красоты, а вот это уже то, что идёт в природу, как то, что одновременно очень укорено вне цивилизованной, грубо говоря, жизни, и их ощущения от природы, которая всегда идёт от ландшафта, от больших объектов природных. Это один пример как бы вот такого выхода из управляемого пространства. А другой пример выхода из управляемого пространства – это, конечно, Дэмиан Хёртс с этой его акулой. Но тема вот этой вот акулы в формалине, расчленённой как вот девушка у фокусника, да? То есть у тебя такое ощущение, что вот она, как бы, она и разрезана. Это правда такой фокус. Он очень точно, он довольно точный такой мыслитель в рамках современного искусства. Он говорит о том, что это связано с нашим страхом смерти. И вот обращение к природе, как обращение к тому, что мы не можем помыслить смерть, вот, собственно, очень часто анализировалось, почему этот предмет стал таким международным символом. Вот он выставил эту акулу, что в ней такого, что так, какой-то электрический шок прошёл. Почему вдруг этот странный какой-то практически поп-образ вдруг стал известен по всему миру. А он очень точно это определил, какое впечатление она производит. Одновременно это и хищник, и это заморожен. То есть там очень много всего, о чём можно говорить. И он очень точно попал в чувство собственной смертности современного человека, потому что даже в рамках нашей техногенной цивилизации то, что остаётся у нас неуправляемым, это наша смертность. И нам, как очень уже развитым техногенным людям, её всё труднее и труднее помыслить, и мы продолжаем её называть природой. То есть нам кажется, что всё контролируемое жерло. Это то, что нас связывает с природой. Мы немножко... Природы вообще, мне кажется, уже нет. И говорить про то, что природа, то, что не касается человека, мне кажется, это довольно, ну, как бы опасно. Потому что нет ничего. Мы все киборги уже. Нет ничего, которое уже не трогнуто нами. И природу надо мыслить как такое... Ну, есть же интерсекциональный феминизм. Вот это про экологию, можно сказать. Такой интерсекциональный подход. Что это связано уже со всеми сферами. Экономически, социально, политически, биологически. То есть, что я наблюдаю сейчас, это что мы заменяем биологию. То есть мы называем природу биологию. Мы называем гуманность или гуманно-гуманитарное. Как-то уже уходим. Биология уже тоже не та, которая была. Это тоже уже довольно-таки, довольно, можно говорить, что нету уже такой. Но мы всё время отсылаемся на... Для гендерных дискурсов, экологических дискурсов. Что вот это естественно, это природно, это как бы смерть, к которой мы постоянно, между прочим, боремся. Для продления жизни. Это одна из наших следующих, как бы, тудулистов человеческих... Я с вами совершенно согласна. Это, собственно, то, что я говорила. Это не смерть, а так отношение к собственной смертности. Мы её так и мыслим. Мне кажется, он вообще убил акулу, которую там специально для этого произведение. Но это, ладно, другой этический момент. То есть здесь этика ещё появляется. Как бы хорошо, что он точно что-то сказал, но тут ещё этические проблемы. А для меня экология без этики, это вообще нельзя уже... Этические проблемы в работе Хёрста возникают? Да, да, да. Почему? Какие? Ну, вот специально с этой акулы... Что нельзя, что нельзя... Он его специально убил, и там были две, которые остались, типа, из какой-то очень редкой. То есть нельзя написать, что ни одно животное... Не пострадал. Нельзя написать. Не пострадал. Да, ему особо не важно это. Мы боимся природы? Как боялись? И вообще, в каком соотношении мы с природой находимся? Мы смотрим по-прежнему снизу вверх? Или мы считаем, что мы всё контролируем? Знаете, рассказ Франкенштейн, который... Франкенштейн, он начинается с такой сцены в Северном полюсе. И там... Я сейчас могу что-то по-русски неправильно сказать. Но экип, много людей... Группа. Да, и описывается такая очень страшная сцена, которая ужасные климатические условия, ветер там ужасно. Но их не столько уже это климатически как бы вот это пугает, а сколько пугает какая-то вот тень, которая какого-то странного чудовища, которое пробегает как бы на... В конце как бы в ландшафте. И эту лекцию, как бы Бен Вудер, такой философ, который мы предложили, пригласили читать лекцию. Он начал лекцию вот с такой вот описанием этой сцены. И он говорил, что... Вы понимаете, что как бы до сих пор недостаточно страшно только природа, что только природа может такое наделать, что нужно было в этой сцене вписать ещё вот этот как бы какой-то чудовище ещё. Да, да, да. По-моему, мы недостаточно, нам страшно, что может природа вообще просто по себе, по самой себе, без никакой... Здесь важное слово недостаточно, да, да. Это важный момент, потому что я как бы большой поклонник страха природы, и я на самом деле полностью согласен, что природа не существует вообще, как бы это такой конструкт уже давно. Но вот это отсутствие страха природы, это на самом деле и есть причина заниматься природным в искусстве. То есть это попытка, ну, такого, я не знаю... Вернуть этот сцены, да? Да, вернуть. У меня была даже такая работа, посвящённая конкретно страху леса. И это действительно, это интерес не только к тому, что там, не знаю, цветочки, птички или ещё что-то, а что где-то, гипотетически, мы как бы как художники волшебным образом мечтаем, что где-то есть вот такое нетронутое человека место, где мы слабы, беззащитны, и где чистая природа, материя, волшебное такое место, какой-то потерянный рай или там потерянный ад какой-то страшный. Ну, то есть, скорее всего, страшный в этом фишка. Но его нету. И как бы ты не можешь никак к нему подключиться, найти вообще невозможно. Мы перестали чувствовать священное. То есть, потому что священное это то, что внушает боязнь и страх, и что внушает надежду и какую-то... Ну, хорошо, но разве вся экологическая весь тренд, когда мы говорим, что ой, глобальное потепление, ой, кошмар, ой, мы сейчас прекратим существование, ой, сейчас льды растают и Венеция уйдёт под воду. Ну, знаете, что интересно, это же медийная повестка, то есть, это тот страх, который приходит как погода, потом в какой-то момент тренд пройдёт, нам перестанут говорить о глобальном потеплении. Ну, например, можно себе представить, что вот нам вдруг перестали говорить о глобальном потеплении. Ну, сейчас коронавирусом. Да, сейчас коронавирус. Погода вообще все забыли, что там творится. Да, и эта погода, она, по сути, в потоках нашего электричества, в потоках информационных потоках. А разве это не влияет на экономику, если это политическая повестка? Безусловно, но она же формируется. То есть, если мы хотим, например, повлиять на политическую повестку, нам, например, надо что-нибудь объявить, чего мы можем бояться, и в этот момент действительно это придёт. Но потом это точно так же уйдёт. Это, опять же, ощущение контролируемости какими-то, так сказать, силами, которые владеют медиа, опять же, и так далее. То есть, в какой степени наш... Это сейчас в 21 веке? Это не связано со страхом леса. Это связано с медийными потоками. Как это было сто лет назад? Это было по-другому? Ну, вот тема возвышенного у Канта, да, когда Кант свидетельствует о том, что какая-нибудь буря в горах производит вот это впечатление, с чем он сравнивает возвышенный? Вот термин «саблайм», он идёт у Канта, с чем он может это сравнить? С переживанием вот бури, некого явления, которое практически безформенно, ты в нём оказываешься. То есть, разделяется как бы прекрасное, которое как объект, от которого ты можешь получать удовольствие. А от возвышенного, вот как от бури, это уже не удовольствие. Это что-то, о чём Пушкин говорит, есть упоение в бою, бездна и мрачный на краю. То есть, совершенно уже другие силы здесь действуют. И вот это другие эмоции. Заметьте, что всего за 10 минут разговор об искусстве привёл нас к ужасу. Да, к ужасу. И к кошмару, как бывает регулярно. И я бы вернулся к северному безмолвию и Франкенштейну. Действительно, истоки слишком многого лежат в романтизме. Но в тех же местах, где нашли Франкенштейна, точнее, его изделие, то, что от него осталось, происходит действие шикарного романа Дэна Симмонса «Террор», по которому снят, к сожалению, не очень страшный сериал. Это томина, автор вдохновлялся Моби Диком и по объёму и по тональности повествования очевидна, о том, насколько невозможно выживание человека в естественных, но не приспособленных для человека условиях. То есть в абсолютно голом, очищенном от человеческой среды, от культуры, Иван, месте, где нет ничего, любые характеристики которого описываются только отрицательными величинами. Холод, ночь, отсутствие света и пустота, как отсутствие чего-либо. И неизбежно там появляются кошмарные чудовища, гораздо более страшные, чем в эпоху романтизма, Франкенштейна, Шелли и так далее. Так вот, Симмонс пишет, собственно, о человеческой трагедии, когда человеку не к чему привязаться, когда он оказывается вне системы координат, и все внутренние координаты, которые он воспроизводит, разрушаются под действием отрицательных величин. Холода, пространства, ночи или бесконечного белого сияния, как у Джека Лондона, то есть природных явлений. Симмонс, как последний романтик, разделяет человека и природу. Ведь романтизм – это время, когда человек почувствовал себя отдельно от окружающего мира, индивидуалистом. «Все стою на камне, дай-ка брошусь в море» и так далее. Так вот, сейчас, в 21 веке, стоит ли отделять человека от природы и естественной среды? Считать, что мы все киборги, мы придумали себе компьютеры, машины, бесконечные костыли, протезы и прочий феминизм? Извините. Является ли это естественной средой обитания человека? Или всего лишь попыткой убежать, избежать, спрятаться в собственных построениях от великой и ужасной природы, частью которой он неизбежно фёкло является? Прекрасный вопрос. Вот хочется вам адресовать. Можно я просто отвечу? Я не вижу здесь вопросов, потому что это то же самое. Нет никакой разницы. Действительно, человек – часть природы и часть киборга. Просто природы и культуры, как бы сейчас мы понимаем, что нет этого разделения. И нет никакого естественного состояния. Это как бы абсолютно не противоречит, как мне кажется. Это как раз даёт ту важную дискуссию, которая сейчас идёт на самом деле, например, о правах животных. Что если нет такого развлечения, если мы снимаем это развлечение, то ведь, по сути дела, правовое пространство наше, оно ограничено людьми. Животные существуют вне правового пространства. Ну, это в России может быть больше, но вообще-то в многих странах это довольно-таки жёстко. Да, но на русском языке. Но вот это очень важная дискуссия о том, что, по сути дела, всё, что является, по крайней мере, животным, должно быть наделено теми. Оно входит, на самом деле, при снятии этого развлечения, про которое мы говорим, что оно устарело, мы снимаемся, мы уже не те. То есть, то же самое, то наше правовое пространство, именно правовое, должно распространяться на животных. И как-то, каким-то... Ну да, на животных или на что? А что мы будем... На другие виды. Предположим, мы все становимся вегетарианцами. И на коронавирус, товарищи. И, предположим, есть права животных, мы не имеем права есть. А у растений есть права, мы их тоже не имеем права есть. Вот здесь вопрос. В некоторых странах, между прочим, действительно, существуют законы, защищающие права растений. И это, на самом деле, абсолютно не какой-то выдуманный вопрос, а вполне очень даже проблемная дискуссия юридическая. То есть, это Эквадор, который судили... Эквадор, Конституцию, описали. Что они сейчас... А права растений, сейчас не помню формулировку, но у них-то вписано в Конституцию и какие-то отдельные законодательные акты. Всех растений, Льюис Брандон? Там, в целом, по-моему, говорится о природе в Конституции, но какие-то... Это не только Эквадор, еще несколько стран. Насколько я знаю, еще в Швейцарии есть какие-то отдельные кейсы по поводу защиты отдельных растений. И действительно, мы можем наблюдать... Нет, но и у нас тоже есть какие-то... У нас есть красные книги. Красные книги, это не закон. Да, это не вполне. Нет, я понимаю, но это мне кажется все-таки, что это вопросы оформления, во-первых, и вопросы того, что кто-то серьезнее об этом думает, кто-то... Но все равно мы не можем, очевидно, поставить эту границу. Она где? И здесь все-таки не все, что угодно делают с растениями. И там не... Нет, речь идет, на самом деле, поскольку мы сейчас говорим все-таки в контексте современного искусства и искусства. Вот здесь говорилось о все-таки художнике, как, может быть, не провидции, я согласна, но каком-то сенсоре, который ощущает, что происходит. Просто речь идет о том, что если мы всерьез... Вот представим, что здесь игровое пространство, испытательное поле. Что если мы всерьез поднимаем вот как раз... Вот что такое культура? Действительно, культура это то, где мы провели грань между тем, что человек и не человек. Например, если у нас сейчас вот все наши типы развлечений в самом деле всерьез поднимаются... Ведь когда-то, Феркало, у женщин не было права голосовать, правильно? Совсем недавно. Да, когда-то, да, только что. Когда-то у нас было крепостное право, только что. Когда-то у нас кто-то не входил в правовое поле. Вот Россия жила, образованная Россия жила по образованному, по европейскому праву всегда, а вся остальная 80% жила по крепостному. То есть вот эти 80% они не входили, да? У евреев была черта оседлости, то есть они тоже не входили. У нас меньшинство и так далее, что привело к 17-му году у нас в какой-то момент. Вот история о том, что если мы всерьез приподнимаем вот эту границу между собой и животным, между собой и растительным миром, у нас возникает другой мир, другие ряды смыслов и другой тип воображения. Потому что в этом моменте мы начинаем считать, немножко как считали вот наши предки, когда они были совсем индейцами или кем-нибудь еще, вот такими мифогенными, что живое все. Живое все. И вот эта история, вот когда мы действительно начинаем весь ряд продолжать, мы где-то не обрубаем. Да, где-то, и вот тогда будет вопрос, где граница между человеческим и нечеловеческим. И вот этот вопрос... Да, но это будет интересный вопрос, а это уже будет... Ну, ведь вопрос в том, что как только мы... Это быстрейший вопрос, который будет стоять перед нами в самые ближайшие годы. Мы не самое последнее звено вообще, чтобы все к нам, как бы, что человек, что не человек. Я не веду, нет. Ну, или так, грубо говоря, между живым и мертвым, например. И так далее. Ну, вирусы тоже, например, еще не доказано, что это, ну, как бы, несогласные ученые, они живые или не живые, потому что они, как бы, есть тоже такая грань. То есть у нас получается, если говорить об искусстве, у нас получается абсолютно другой тип воображения, абсолютно другой тип проблематики, абсолютно другой ряд от человека к чему-то. То есть у нас... Есть произведения, которые вот в этом направлении уже смотрят? Конечно. Например? Их полно. Так, ну, я исключу свои произведения. Почему? Можно не исключать. Потому что, как бы, это совсем будет узко. Но даже в России у нас есть просто, я бы сказал, некоторые разделения труда, что какие-то художники, например, работают с точки зрения и осмысляют позицию уличных животных. Кто-то работает с растениями из леса. Вообще, что такое растение? Что такое лес? Кто-то, там, не знаю... С маргинальными видами вообще микробами растений. Микробами, да. То есть это совершенно миллион практик, которые... Ну, мы просто как бы их не замечаем, потому что, наверное, они не описаны как-то критически, да, в какой-то, ну, как некоторая художественная совокупность. Но вообще-то этих авторов, этих практик очень много. И это только в России, а я не говорю за рубежом. Скажите мне, пожалуйста, вот в продолжении того, о чем говорила Ксения, и вот с вашим примером. Я очень, так сказать, выступлю жестко и провокационно. Но нет ли такого противоречия, что как только вы начинаете думать о правах микробов, условно говоря, да, то мы что, становимся более гуманными в этой ситуации? Мы, вот права всем давая, в эту сторону двигаемся? Или наоборот, мы двигаемся в сторону того, что мы не выживаем? Мы сейчас не можем уже без техногенных всяких методов прокормить 5 миллиардов людей, которые живут на этой планете, да? Значит, если мы не будем генно-модифицировать, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть это палка о двух концах. К чему мы стремимся? Фёклова, в том-то и дело. Вот об этом была как раз сейчас дискуссия, что, значит, я предлагаю подумать из перспективы, как любит говорить одна моя очень продвинутая и футуристически умная подруга, из перспективы 25 века. Отлично. Вот как бы такой, как бы, не что мы в 21-м добрались, наконец, доползли, а вот что у нас вообще-то 25 век. Вот эти два процесса, они абсолютно параллельны. Чем больше мы расширяем права, тем больше мы вторгаемся. И будут генные модификации, и будут истории, по которым людям, можно себе представить, будут вживлять гены животных, потому что человеческий человек тоже несовершенен, он будет хотеть усовершенствоваться. Мы будем решать проблему продолжения собственной жизни. Люди хотят жить дольше, уже живут дольше современной медицины, предположим, 25 век. Насколько мы будем... То есть эти все процессы, это одно и то же будущее. То есть не то, что вот мы потеснились, перестали есть, и все стали сразу голодать. У нас идут вот эти все процессы. Да, но все говорят о том, что это... Сейчас мы видим, что, может быть, они не будут тихой сапой идти вместе параллельно до 25 века, а что все это просто накроется медным тазом, простите за не самые культурные формулировки. Вот об этом же сейчас идет речь, мне кажется. И когда Грета выступает про самолеты, и когда закрывают страны от коронавируса. Нет? Мне кажется, речь идет о том, что вся эта вакханалия с правами микробов, котов и других малых существ, которые не имеют права голоса, это последние отзвуки гуманизма, собственно. Да, я это слово уже произносила здесь, да. Но это настоящий гуманизм или что это? Почему не имеет права голоса? Трансгуманизм. Или это микробизм? Не знаю про транс. Это действительно гуманизм, но гуманизм на последнем издыхании. Потому что, придерживаясь этой позиции, мы продолжаем относиться к другим существам, как к меньшим братьям, как к чему-то другому, которые требуют нашего внимания, заботы, обихаживания и кормления. Иван говорил о художниках, которые работают с лесом, с микробами, Алексей Буздаков с голубями, вот это вот все. Это хорошо, это замечательно. Но какая аудитория у этого искусства? Делается ли искусство для голубей, для микробов, для котов? Есть тоже искусство для собак. Это так и будет гуманизмом. А гуманизм – это, извините, супрематистская, в смысле фашистская идеология, когда человек оказывается превыше всего. Человек – это хорошо. Человек – это красиво. Но в природе любого живого существа заложено все-таки преобладание и доминирование. Если есть малое существо, его надо приспособить к делу. Либо сожрать, либо поставить на работу. И малому существу от этого будет хорошо, потому что оно будет накормленное, находиться в тепле и встроиться в пищевую цепочку. Конечно, если вы живете в деревне, где как бы вот это зависит от вашей жизни, хорошо. Но если вы живете в большом городе, где не зависит ваша жизнь от маленькой кошечки, которая не нужна как бы седать или там охотиться на тысячи еленей, а не на два. Например, ну что, вам достаточно два. Это уже проблема. Это уже индустрия. Проблема кошечки или ничего? Нет, это уже проблема, в принципе, проблема вообще все, что мы говорим. Не бывает проблем вообще. Потому что быть... Что? Не бывает проблем вообще. Могут быть мои проблемы, ваши проблемы. Проблема канала культура. Но проблема вообще – это что-то не бывало. Окей, мне кажется, тут... Мне кажется, тут есть определенные недопонимания. И это проще объяснить на более простом примере. Есть права растений, они, наверное, спорны. Права микробов – спорны. А права женщин – они бесспорны? Вот вы ведущая женщина, скорее всего, вы имеете право голоса. Я имею в виду голосовать на выборах, на российском референдуме. А почему право голоса у вас должно быть? Оно что, от природы вам дано? Нет, на самом деле, это процесс эмансипации. Эмансипируй все, что ты можешь. Эмансипируй людей, ущемленных в правах, типа этнических, ущемленных в женщин, ущемленных людей, не имеющих места жительства. И это нужно их эмансипировать, давать им какие-то свободы, потому что они сами пытаются это взять. Хотят за листую, они не знают, что могут иметь эти права. Уметенные не могут сами говорить, они лишены языка, к сожалению. Насчет не хотят, это спорный вопрос. Я думаю, что они не знают. Но другой вопрос, это просто очень легко понять, когда мы поставляем на это место, вместо слова природы, женщину. Это просто типичный пример, и сразу становится понятно. Спасибо. Ваня просто великолепна. Но, кстати, здесь можно добавить, ведь речь идет не о том, что мы можем, действительно, процесс вот этого эмансипирования, он, действительно, если говорить о природе, вот натура, вот эта самая натура, там, с 16 века, может быть, она всегда изображалась в виде женщины, потому что женщина была, собственно, образом этой самой природы, которой каким-то, так сказать, и мужчина, и женщина были разделены, скорее, как, там, не знаю, разум и природа. Вот женщина была природой, а мужчина был разумом. Потом, значит, женщина все-таки вдвинулась в разумную область и дальше. Но здесь важен вопрос о том, что это как раз вопрос смежный с технологиями. Наша планета, в принципе, очень маленькая. Вообще, с чего начался эко-арт и так далее? Когда объявили День Земли? Это одни из первых, как бы, была реакция художников, когда они стали вот этот вот зафиксированный практически в календаре, там, ООН или где-то еще День Земли, когда Земля была осмыслена как один объект. Вот Земля, вот она природа. И действительно, в этом смысле мы можем в чем-то опереться на те самые древние племена, допустим, в Австралии. И те самые племена, которых убивали и так далее, потому что их считали как бы отсталыми, потому что, так сказать, природа, она может и в нашем отношении к племенам. Они отсталые, а мы развиты, значит, они природа, а мы нет. Так вот, у австралийских аборигенов к Австралии, почему у них нет границ? Они никогда не изобрели стран, границ и так далее. У них не было вот того, что кажется нам естественным школьным процессом, когда мы изучаем историю. Вот сначала это, потом государство, потом... У них нет понятия границы. Потому что для них Австралия, сам весь этот камень австралийский, вся эта Красная Земля, она была произведением искусства, она была произведением богов. И они просто на ней жили, они пели на ней, они ходили. И были определенные способы взаимодействия с этим пространством, до того, как туда пришел белый человек, которые очень отличались вообще от того, как это мыслят европейцам, свое взаимодействие с пространством, допустим, европейским. Так вот, сейчас у нас есть возможность, именно когда будут возникнуть новые технологии, относиться к Земле, вот опять же, к самой Земле, как к произведению искусства. То есть она сама настолько уникальна, хрупка, и все, что есть на ней, уже настолько должно оберегаться, оберегаться, что... Поэтому я и говорю, что вот эта вся история, она только началась. Она началась после Второй мировой войны, после шока Второй мировой войны. И вот, когда кто-то объявлялся нечеловеком, какие-то целые народы, племена, больные люди и так далее, объявлялись, что они вот за эту границу не входят, они там какая-то природа, их надо образовывать еще там и так далее. И просто у нас возникло в нашем воображении, мы наконец можем, и особенно как раз с полетом в космос, когда мы увидели Землю из космоса, вот этот вот объект, Земля сам по себе, и вот все, что на ней существует, оно наделяется некой ценностью. И чем сильнее, грубо говоря, будут развиваться эти технологии, чем большим пространством, что обеспечивает, что позволило женщинам войти в пространство правовое. Потому что женщины стали работать, города. То есть мы стали развиваться, и тем больше... То есть технология в данном случае помогает, потому что только естественный технологический процесс, он меняет общество? Он меняет общество и позволяет нам, дает нам инструменты вот этого вот не касания, не захвата того, что есть. Мы можем это как бы отступить. Потому что я согласна в нашей природе доминировать, как мы будем справляться. То есть это еще работа самими собой. И вот эта история, она довольно сложная. Технология нам высвобождает силы и возможности кого-то не съесть, и кого-то защищать, и бороться за его права. Потому что раньше мы плевали на эти права, нам нужно было эти права поправить, чтобы выжить. Точно так же, как технология, и эта другая история, может привести к тому, на очередном своем витке, что мы создадим какой-то еще новый тоталитаризм. Это всегда, у нас всегда обойдет острое оружие. Поэтому в пране воображениях, вот как мы говорим, художниках и литераторах, рассматриваются всегда все возможности и плюсы и минусы всего процесса. Но мы уже в нем. Мне кажется, что, Снежана, у вас есть что возразить. Да, я просто хотела дополнить, что вот мне кажется, что технология сама по себе не прогрессивна. И что, ну, типичный пример интернет, например, да, в который в начале 90-х мыслилось как пространство, где наконец-то можно вне гендерных каких-то пространствах существовать. Оттуда и возникал киберфеминизм и так далее. И в итоге что? В итоге это пространство абсолютно надаленное всех социальных, как бы, угнетенностей, которые существуют как бы в реальной жизни. Хотя интернет тоже реальная жизнь. Вот. И просто я сейчас очень много думаю о технологии, как это связано вообще со всем, как мы двигаемся дальше, то с киборги, не киборги. И это очень связано с темой экологии, которую мы как-то чуть-чуть раскрыли на этой выставке, но не совсем там не было феминизма, не было как бы много... А феминизм это экология? Это абсолютно часть экологического дискурса. И там еще не только феминизм, там много чего еще нужно включить. Мы просто не успели в одной выставке это все включить. Так-то что вы называете экологией? Какое-то разумное бережное... Экологическое образ мышления. Это какое? Это мышление, которое вот отчасти, как бы, немножко сказал, намекнул Иван. Это такой образ мышления, где иерархию уже надо переосмыслить во всех северах. И новые сделать иерархии. Особенно для тех, сделать маргинальные проблемы, частью уже довольно-таки главного дискурса. Все маргинальные, потому что до сих пор вот это феминизм, феминизм, иммигранты, вопрос, как бы, например, проблем с беженцем, ну, кризис беженцев, это суперактуально, экологически, потому что сейчас уже, ну, скоро, сейчас войны и так далее, но скоро мы будем свидетелей огромных потоков беженцев от экологических, ну, от места, где случились экологические катастрофы. Катастрофы. И это, как бы, грозит всем. А там, например, где экологические катастрофы случились, огромные проблемы с эксплуатацией женщин, с эксплуатацией, как бы, тех, у которых нет много, как бы, прав, ну, довольно-то угнетемных. Есть у этого движения конечная точка? Мы понимаем, к чему мы хотим прийти? Вот когда экологическое мышление возобладает, что будет? Мы хотим прийти вот к такому понятию экологии, которая все, как бы, объединяет довольно... А может существовать такое общество на планете? Оно существует, да, оно какое-то, ну, существует, ну, не знаю, например, Extinction Rebellion, это хороший пример, хотя они довольно, кто-то их критикует, что они, там, политику немножко забыли, и вот во всем нужно еще доделывать. Ну, мы на правильном пути, мне кажется, во многих случаях. Снежин, а можно спросить коротенька? Сейчас для вас же собственная рука. Я не на камеру. Какое отношение это имеет к искусству? Ну, сейчас никакое, ну, а, вот сейчас объясню. Да. Мы тронулись, да, искусство. Мне кажется, искусство имеет отношение к всем вопросам в жизни, иначе зачем оно? Ну, в той или иной степени, да, безусловно. Мы привыкли думать, что искусство какая-то автономная такая сфера, которая не есть, конечно, искусство для искусства. На канале культура, а серьезные проблемы на других федеральных каналах. Просто, как говорил один мой коллега, искусство немножко исчерпало уже самой своей истории, что и новые формы и так далее. И мне кажется, оно должно уже, и это уже делается как бы интердисциплинарность, как бы вот это сотрудничество с разными дисциплинами. И экология – это такая очень показательная сфера, где искусство должно потерять свою автономию, ну, эта иллюзерная вот эта автономия, которая, кстати, виноват часть и кант. Вот. И, да, ну, и искусство очень важно для экологии. Я скажу на мой взгляд, почему. С одной стороны, мне кажется, важно воображение. Воображение, потому что в экологии – это уже когда, знаешь, немножко все поздно. Экологический кризис, его визуализировать, его помыслить – это довольно сложно. И тут художники справляются довольно хорошо. В плане спекулации, в плане критики, в плане визуализации. Вот. То есть есть художники, которые довольно критично относятся к антропоцену, к… Это те ужасы, о которых вы говорили. То есть художники достаточно хорошо выражают тот ужас, к которому мы можем прийти. Правильно я понимаю? Да, есть такие художники, которые… Ну, мне кажется, искусство для этого и очень мощное. Из-за того, что все когнитивные процессы, которые нам необходимы в жизни, абстрактирование, наоборот, да, которые надо конкретно мыслить, что-то, оно все может в собой. Это какой-то мини-модель реальности, где можно экспериментировать. Вот. Вот. Пока не взорвем эту планету. Ну, мне кажется, что действительно, вот здесь есть такая сильная метафора. Вот действительно, нам нужно новое воображение. То есть мы пока… У нас устаревший тип воображения. Мы как бы не можем… Мы можем… И вот когда, допустим, мы говорили о сейчас беженцах, да, которые являются… Ведь это же… И говорили о вирусах. То это очень связанная тема. Мы как будто бы их разводим. Но на самом деле вирусы, принесенные, грубо говоря, в Италию китайскими туристами из очагов и так далее, вот это вот передвижение по планете и боязнь вторжения, переселения, как боязнь вирусов, как боязнь заражения, это на самом деле очень старая, в том числе фашистская тема, потому что они как раз проводили линию, что, так сказать, есть такие заражающие идеи, заражающие люди, заражающие и так далее. И вот это действительно уже очень такой старый тип воображения. Вот этот вирус, на самом деле, это как зараза или как чума, если хотите. Это очень старый вид воображения. Вот почему мне понравился вот этот Роджерс с его вот этими большими скульптурами, и что он, собственно, делал? Он создавал образы, которые люди могут сделать вместе. И самые впечатляющие фотографии из космоса, это когда по граням вот этих поразительных, огромных фигур, которые занимают много-много-много метров, стоят все эти люди, которые их делают. То есть искусство, если говорить об искусстве, может стать практикой взаимодействия и предложения нового типа соучастия людей, которые приезжают из своих культур, приезжают в европейскую культуру. То есть если мы думаем, вот темой культуры, вот мы говорим, европейская культура, в какую-нибудь Германию, Италию, приезжают люди, которые к ней не имеют... Они бегут. Они приезжают, не имея к ней никакого отношения, пытаясь сохранить, вот как в чемоданах беженцы, все, что они забрали из своих мест. Все свои предрассудки, уклады, все свои неравенства и так далее. И вот они приезжают тут, вот где сейчас как бы такое зерно столкновения, которого, на самом деле, как мне кажется, уже могло не быть, потому что уже с 60-х, 70-х годов те же самые художественные процессы, художники, они предлагали решение, как бы, грубо говоря, взаимодействия в поиске тех оснований, общих оснований, вот если говорить о гуманизме, между взаимодействием с людьми, которые будут постепенно размыкать и перестраивать. Но для этого, в некотором смысле, европейцам придется отказаться от каких-то своих решеток, а этим людям придется отказаться от своих решеток. И вот на этом месте... Тех самых границ, которые австралийцы не рисовали. Да, и понимать, что мы скользим вообще-то по поверхности планеты Земля. Вы, ребята, здесь оседлые, а вы, ребята, прибежали, и вот уже все остальное, это не важно. И вот на как мы будем создавать тот новый тип воображения, который будет снимать вот эти вещи, вот это и то, где должно работать искусство. Метафора скольжения – это чудесная штука. Человечество непрерывно скользит по поверхности планеты Земля. И сама культура – это попытка зацепиться за какие-то шероховатости на этом поле. Но все, мы поехали. Иван, вы хотели привести еще какой-то пример? Или может быть просто несколько завершающих слов? Каждый раз мы говорим про какое-то явление планеты Земля, как некоторое отдельное. То есть мы видим ее отдельно. И вот то, что вы сегодня упомянули, это как раз был 75-й год, когда был сделан снимок «Голубой шарик». Когда Земля была снята как фотокамерой, не с Земли, а из космоса. И она была такая вот. Да, ну типа просто… Первый раз ее увидели вот так. Это первая история человечества. Но чем этот год потрясающий еще? Это 75-й год. Это приход к власти красных хмеров. И это просто очень мною любимый кейс, потому что это случай, который показывает, как природа на самом деле связана с индустриализацией, с культурой, с технологиями. Что сделали красные хмеры? Они уничтожили все технологии, которые существовали. Ирригацию, орошение, я не знаю, очки, медицина, образование. Все было уничтожено. И по целому ряду причин. Рис перестал собираться. Урожай риса упал в десятки раз. А почему? Потому что, когда мы говорим про технологии или что-то, это подразумевает закупку у некоторых технологически развитых стран. Соответственно, должен делать что-то на эксперт. Красные хмеры уничтожают все. И все города Камбоджи или Кампучи тогда покрываются лесом. Города пустые. Там есть только природа. Чистые джунгли, которые разрушаются замечательными лианами. И все, больше ничего нет. И это происходит одновременно. Но одновременно с этим, это я просто обожаю как пример природного искусства, который повлиял сильно потом на этот проблемный вопрос, это фильм «Апокалипсис сегодня», «Коппола», который снимается именно в это же время на Филиппинах. И показывает, как человек, погружаясь в природу, на самом деле перестает быть человеком или расчеловечивается. Это замечательные просто примеры, которые в свою очередь к вот этой всей длинной истории 1975 года отсылают ряд современных художников, там Адама Викайнин, Джессика Варбойс, которые как раз, исходя из этого достаточно спорного тезиса, что природа может дать ответный удар, просто используя человечество или отдельных представителей человечества как инструмент по уничтожению самого человечества, они пытаются взаимодействовать с природой как с автором и делают, не знаю, работы, направленные на рассмотрение не человеком, а, например, моллюсками в воде, или просто электромагнетизмом и радиацией рядом с фукусимой. Это совершенно другой тип взаимодействия, это искусство не для людей, не для наблюдений из космоса, не для, не знаю, еще кого-то, это для искусства, которое создается именно для неэмансипированных, скажем так, объектов. Мне нравится, что в результате нашего разговора вопросов стало гораздо больше, чем ответов. Мне кажется, что это правильно. Спасибо большое. К сожалению, время наше закончилось. Иван Новиков, Ксения Голубович, Арсений Штейнер и Снежана Крыстова были у нас в студии. Мы пытались, мне кажется, что не только по современному искусству говорили, мы вообще какие-то проблемы мироздания поднимали здесь. А воображение, по крайней мере. Мы только начали. Мы только начали. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»